Русский язык 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 и как только начинается, и вы начинаете писать города, это прямо для меня большая поддержка. И Чебоксары, я видела тут город Неман, Калининградская область. Прекрасно. Пишите, пожалуйста, я буду все читать. И вы знаете, что весь март вместе со мной проводили вебинары коллеги из Одинцовского района, с которыми я познакомилась на метод объединения. Даже рассказывала вам, что не очень-то я хотела на этот метод объединения попасть, потому что рано, ехать далеко. Но когда я там оказалась и увидела людей, которые с таким увлечением работают, которые сделали для своего выступления какие-то шикарные презентации, и они очень много используют в своей работе Мирсиба, ну то есть я получила ту самую обратную связь, о которой я все время мечтаю, что вот не зря мы работаем, не зря мы все это делаем, это действительно используется, и люди очень благодарны, что им не нужно распыляться на поиске материалов, потому что одна из главных задач Мирсиба это чтобы у вас все было под рукой, начиная с документации, с введения дневников и, конечно же, наличием игр на все случаи жизни, на все детские проблемы, на все возраста. И вот у меня такая мысль сегодня возникла, коллеги, от того, что я сегодня одна в студии, вот с техподдержкой, с нашей вместе, но со мной нет рядом коллег, с которым я могла бы поговорить, обменяться мнениями, представить их. Я решила, что сегодня нужно с вами вместе пообщаться. Я всегда вас приветствую, говорю о том, из каких вы городов, вижу, что Людмила присоединяется, Светлана, Виктория. И вот я подумала о том, что вот аудитория, к которой я все время обращаюсь, наверное, у вас тоже есть и разные вопросы, потому что техподдержка работает и с письмами, и с обращениями. И также я как тоже такой пользователь массы всяких ресурсов, коллеги, понимаю, что иногда, ну вот что-то не получается, но обратиться просто вот лень, махнешь рукой, не добившись результата. Это нам всем свойственно. И как раз, когда я веду вебинар, мне хочется максимально вас познакомить с тем, как здесь находиться, как здесь действовать. И поэтому сегодня я буду проводить вебинар по заявленной теме использования звукобуквенного анализа и в работе. И в то же время хочу к вам тоже периодически обращаться, и таким образом я смогу увидеть, в каких, что мне нужно осветить глубже, подробнее и понятнее, а в чем-то вы уже и сами разбираетесь. Поэтому пока я буду открывать игры, заявлять, у меня к вам такой вопрос. Сегодня у нас звукобуквенный анализ, и знаете, буквально накануне нашей с вами встречи я сидела в кафе со своей подругой, которой мы вместе в группе учились, закончили Дефак, но я пошла как бы по стезе логопедической и очень, значит, проработала в детском саду, занимаясь детьми СОНР, вы знаете об этом, а потом вот возникла идея интерактивных игр, и вот таким образом удалось ее воплотить, потому что вот встретилась с Викторией Владимировичем, который поддержал эту идею и так далее. Но она ушла в другую сферу, ушла в сферу, работая с детьми, даже больше, знаете, с одаренными детьми, с детьми проводит консультации с очень разными детьми, и она как бы не занимается звукобуквенным анализом, и она говорит, но вот насколько ты уверена, что он нужен, вообще этот звукобуквенный анализ. Ну я говорю, слушай, ну как так? Я вот сколько работаю, столько и занимаюсь. На мой взгляд, этому очень есть большие причины. Прежде всего, внимание к слову мы формируем у ребенка, к устройству слова. Ну она говорит, ну хорошо, к устройству слова, и что? Что это дает все эти гласные, согласные? И на мой взгляд, это дает понимание в первом и втором классе, когда идет очень интенсивная работа по русскому языку. И вот мне интересно ваше мнение. Вот Светлана, Виктория, Людмила присоединяются, многие коллеги. Ольга, Вера, всех вас вижу. Елена, Марина, Лилия, Екатерина. Вот коллеги, напишите, пожалуйста, считаете ли вы, что звукобуквенный анализ также актуален, или уже как бы он не особо и востребован? Понимаете, вот этот разговор, он меня удивил, но я поняла, что я всегда с такой уверенностью вам об этом рассказываю. Считаете ли вы, что это необходимая часть логопедической работы, или вы считаете, что без него можно обойтись? Если считаете, что да, я предлагаю поставить единички, просто единички. Если вы считаете, что не надо, поставьте двойки, двойки нам за это, да? Но, тем не менее, все равно тема такая, что я буду ее раскрывать, потому что мне она кажется необходимой. Вот, интересно ваше мнение. Понимаете, потому что, я говорю, я не первый раз сталкиваюсь с тем, что, может быть, это и не является уже частью логопедической работы, может быть, это логопеды ждут только постановки звуков, да, только звук «Р», чтобы ребенок хорошо говорил, все остальное не так актуально. Поэтому единичка, если вы согласны, нужно работать над формированием фономатического слуха, или же это уже и не обязательно. А я тем временем, коллеги зашла и открыла студию, да, напоминаю для тех, кто, возможно, с нами первый раз, что, зайдя на сайт и зарегистрировавшись на нем, я нажимаю на кнопочку «Игры», вот, и сразу у меня возникает здесь информация о том, для чего эти игры, какие игры. Когда я нажимаю «Попробовать бесплатно», то мне предлагается сразу скачать студию. Поскольку у меня Windows, я вот нажала на эту кнопку, второй раз не буду скачивать, надеюсь, что вы все скачали эту студию, потому что именно она и дает доступ к играм. Буквально 25-30 секунд. Спасибо, Зинаида, спасибо, Екатерина, Ирина, спасибо, что отвечаете. Я тут с вами согласна. Единичка, если, в общем, мы разделяем с вами вместе. Вот. Или же нет. Скачала я для Windows, и вот у меня такая студия. Комментирую на всякий случай, коллеги. Почему? Потому что, знаете, возникла и такая идея, общаясь с вами. Если у вас есть студия, вы тоже можете сейчас зайти в эти игры и посмотреть вместе со мной, потому что именно возникают вопросы, я вас очень хорошо понимаю, смотреть вебинар – это одно. А когда вы заходите в студию и начинаете играть, вот тут возникает вопрос, а где настройки, а где что? Вот я скачала студию, здесь-то я уже образовала, видите, целый список детей уже. Дети некоторые ко мне в гости приходят, сами образовывают тут своих, с кнопочкой «Добавить ребёнка» вот таким образом, да? И я думаю, наверное, в следующий раз, коллеги, ещё раз подробнее вам расскажу, как завести дневник ребёнка, как его привязать к себе и таким образом выдавать домашние задания для родителей, что само по себе очень удобно. Игры и упражнения. Вот она кнопка, да? Но напомню, что я ещё подписана отдельно на генератор корректурных таблиц, на генератор логопедических заданий, «Читай, пиши без ошибок», лого-альбом. А речевое и психологическое обследование всем вам положено просто по факту регистрации. Открываю игры и упражнения. Когда мы с вами говорим о развитии звукобуквенного анализа, спасибо тем, кто поставил единички, двоек, я пока не вижу, значит, всё-таки мы с вами солидарны в том, как это необходимо в нашей практике. Я, конечно, начинаю... Я использую эти игры и при обследовании ребёнка, знакомство с ним, выявление каких-то чисто функциональных слуховых проблем, насколько он меня слышит, и предлагаю открыть кнопочкой, ой, не кнопочкой, вот эту рубрику, неречевые звуки. Как только вы установили студию и зашли во вкладку «Игры и упражнения», вы увидите, что у нас здесь игры, ну, на все случаи жизни, да, включая эмоции, моторику, математику, загадки, викторины. Но сегодня у нас по теме фономатический слух, звукобуквенный анализ, поэтому открываем неречевые звуки. Я вам предлагаю их использовать, как всегда, многофункционально, не только рассматривая физический слух ребёнка, умение его определять, звук на вот таком небольшом расстоянии и различать звуки, но и в качестве лексического материала, потому что дикие домашние животные, которые издают звуки, мы их не только слышим, мы ещё и рассматриваем этих зверей и так далее. Тема «Домашние дикие животные». В гостях у жучка такая семейная тема, все сидят дома, кто чем занимается. Я предлагаю игру «Загадки звуков» использовать и как диагностическую, и как игровой момент. Итак, наша кнопочка. Здесь, конечно, эта же игра может входить в рубрику «Игры для малышей», потому что мы можем определять и называть предметы, которые ребёнок видит. Эта игра может носить и обучающий характер, потому что в селе тоже интересный момент. Ребёнок знает эти звуки, он их вообще слышал, различит ли их, потому что он может не отвечать, потому что он не знает, что это звук ножниц, может быть, не обращал никогда внимания. Или же ребёнок знает, но не различает. То есть эти нюансы мы выясняем во время нашего общения. И, конечно, называем слова «машинка», «кораблик», «самолёт», «пила». Для чего эти вещи нужны мы можем обсудить, какого они цвета и так далее. То есть всё, что мы считаем нужным. Если ребёнок не знает, здесь тоже очень важный момент, и я люблю его отмечать. Не знает, значит, узнает от нас. Значит, мы расскажем. А это так самолёт. Послушай ещё раз внимательно. Посмотри, как он кружит в небе. Посмотрим на него, да, прислушаемся. Обрати внимание, когда гуляешь, вот летит самолёт, как он гудит. И вот таким образом мне очень нравится момент, что мы не только как бы спрашиваем с ребёнка, тестируем его, мы его и обучаем в этот момент. Поэтому неречевые звуки я рассматриваю как вариант того, что мы знакомимся с ребёнком, или же просто предлагаем ему нечто понятное, простое ему. То есть всё зависит от того, какой с нами вместе ребёнок. Теперь переходим к рубрике «Фономатический слух». Тоже ещё раз говорю, что в студии это всё доступно. И, коллеги, спасибо за ваши ответы. У меня ещё, знаете, какой вопрос возник. Вот я, когда приглашала коллег в марте, да, вы знаете, то в основном и чаще всего ко мне в гости приходят специалисты, у которых стаж уже больше 20 лет. И вот последней была Ирина, если она смотрит, ей большой привет. У неё был стаж 5 лет. И мне это было очень интересно. То есть она была специалистом, который работал в детском саду, воспитателем логопедической группы. Потом, как вот она сама сказала, «Ну, посмотрела, вроде логопед работает, ничего сложного». А потом перешла, получила образование, стала логопедом и поняла, что не так-то всё и просто, как казалось, снаружи, наблюдая за работой логопеда. И поэтому у меня к вам такая просьба. Напишите, пожалуйста, просто цифрой, какой у вас стаж в профессии. Вот именно в педагогической сфере, в дефектологической, в коррекционном материале, чтобы я тоже могла на это опереться, как бы вот проанализировать, с каким стажем приходят к нам специалисты. Больше ли у нас начинающих, молодых специалистов, которые получили, может быть, профессию не так давно, а может быть, как вот Ирина переучилась на другую профессию. Я бы вот сейчас уже указала там, получается, у меня уже 30 лет стажа, а, возможно, у вас другие цифры. И мне очень любопытно. Поэтому, пожалуйста, у меня к вам такая просьба в рамках нашего с вами сегодня практического занятия написать цифрами, какой у вас стаж в вашей работе. А я продолжаю смотреть на игры, наши любимые игры на фонематический слух, которые также, как и все игры Мирсиба, конечно, можно под разным соусом подавать и в плане фонематики, и в плане лексики, и знакомства с ребёнком, и формы диалога вместе с ним. И часто начинаем мы подбираться к звукобуквенному анализу через такую простую игру, как «Грибники». Посмотрим её. Как хорошо летом в лесу! Столько грибов, ягод, цветов! Погуляем! Наши грибники тоже... Всегда в начале каждой игры у нас звучит такая легенда интересная. И здесь тоже вот в рамках коллеги нашего, так сказать, обучающего семинара практикумы я ещё раз делаю акцент на настройках. Если у вас есть какие-то вопросы по настройкам, тоже я вам предлагаю обращаться. Именно пока до техподдержки вы будете звонить, можно уже здесь написать в вебинаре. Обычно всегда... Вот у Веры 20 лет стажа. Вера, спасибо, что написали. Но вот это уже опытные наши коллеги. Здесь вот в настройках, например, игр, к которым можно сразу перейти, не закрывая игру, что тоже очень удобно. Здесь у нас настройка микрофонов, микрофонов. Здесь у нас возможность, как я всегда делаю, отключить музыку. Вы можете её оставить. И так далее. Здесь вот тоже, может быть, вы редко видите, но знак вопроса обозначает пояснение к этой игре, рекомендации, правила, цель и возраст детей, на которых рассчитаны. Вот решила вам сегодня об этом рассказать. Вернуться к игре или перезагрузить эту игру. Но тут нас интересуют настройки режим работы. Один звук, два звука слитно, три звука раздельно, как звучат наши грибники, когда мы их ищем в лесу. А тем временем я жду, чтобы вы мне написали цифру своего стажа. Коллеги, те, кто к нам присоединяется, сегодня вот мы в таком диалоге хотим провести нашу встречу. И Вера сказала, что у неё 20 лет стажа, и я сказала, что у меня 30. Давайте, кто больше, кто меньше, это интересно. Здесь по умолчанию поставлено два звука слитно. Прекрасно. Мы с этого и начнём. Общение с ребёнком. Так. А что-то я звук-то не слышу. А, сама же его и отключила. Понятно. Всё как обычно. Итак. так. Вот смотрите, когда мы отрисовывали грибняка специально «у-у-у-у», чтобы ребёнок и по артикуляции мог догадаться, запомнить и сказать, повторить вот эту звуковую конструкцию. Нашёл тебя, родненький! Слушаем, повторяем, как ребёнок удерживает в голове эту конструкцию. Мы можем сказать о том, что это гласные звуки, что они тянутся, их можно петь. Ну, вся наша это любимая тема, которую мы ребёнку объясняем. Елена, спасибо, написали, что 8 лет педагогического стажа. Ой, а я пролеснула и сижу, думаю, что ж мне одна Вера написала. Дорогие мои, ну спасибо. Тут вот у меня чат куда-то уехал. Спасибо. А я сижу, думаю, ну что со мной люди-то уже не разговаривают. Спасибо большое. Привет из Дневногорска, Людмила, с нами всегда. Вот, два года, 10, 7, 2, Ульяна, 5, 8. Здравствуйте, Ирин. Спрашиваю, какой стаж у Ирины из Петербурга? 25. Елен, 30, коллега. Татьяна, 14, 1 год, Наталья. Воспитатель речевой группы, 13 лет, год и 3 месяца, Оля. Лариса, 17 лет, стаж, 10 лет. Спасибо, коллеги. 25, 25, 36 общий стаж, 8 лет педстажа, 1 год. Вера, спасибо. А я вижу только Веру наверху, думаю, но с одна Вера сегодня с нами. Ну, вообще классно, да? Вот прям очень благодарю вас, коллеги, так отвечаете. Мне понятно, что, тем не менее, большинство, смотрите, достаточно высокий, больше 14 лет, да? И вы включаетесь в эту работу. Спасибо. Значит, выяснили мы с вами, что звукобуквенный анализ полезен и интересен. Вы это используете? Какой у вас стаж? Продолжаем смотреть. Я тоже подумаю, что мне было бы интересно вас спросить. Вот объяснила вам про текуляцию. Вот еще один нашелся. И вот судя по тому, что Лена написала, 8 лет педстажа, год логопедический, да? То есть вот я заметила эту тенденцию перехода в профессию, работая в группе, да? Потому что логопед – прекрасная специальность. Я благодарна своей маме, которая когда-то меня вот просто в школьные годы сказала, иди вот в эту профессию, да? Потому что у меня никаких не было идей. Я знала, что я люблю детей, ну вот что, в детский сад пойти работать. Вот. Надежда, 17 лет работы. Ирина, стаж более 30 лет дефектологом. Инна, то есть Инна, простите. И Валентина, стаж 34 года. 12 лет работы логопедом. Ага, 35 лет, год. 30, 35. И знаете, вот коллеги, тоже в рамках общения, вот есть у вас ощущение, что вот интерактивные практики, чем ты становишься старше, тем они тебе меньше нужны. И что может быть наша работа, она больше нужна молодёжи, да? Что они легко включаются в интерактив. Я вот по себе вижу, что мне несложно было включиться в интерактив. Я почему и затеялась вот с этим проектом когда-то, да? И как бы эту идею очень сильно хотела воплотить в жизнь, потому что я использовала игры на дисках, и мне этого очень не хватало. Я, несмотря на то, что там, сколько мне уже было, намного больше 40 лет, я легко включилась в эту тему, освоила эти диски, там, презентации какие-то, делать работы. Или же вы отмечаете, что, ну, уже у меня 25 лет стажа, 25-30, ну, куда мне этот вот ещё мерсиба, может быть, уже хватит того, что есть. Мерсибу слушаю, потому что, ну, интересно, здесь наше с вами сообщество, я вас очень здесь всегда жду и приветствую. Вот это мнение мне тоже интересно, что вы как бы заинтересованы в развитии вот своего ИКТ-образования, или же как бы от вас требует администрация, а вам это и не очень интересно. Вот напишите. Вот тоже такой момент. Мне очень любопытно, потому что я это всё сама очень люблю. И когда я не так давно прекратила заниматься частной практикой, я, конечно, надо мной никакой санпин-то не стоял, поэтому я это всё использовала просто в полной мере. У меня было зеркало, у меня карточки все эти мерсибовские, я с ребёнком занимаюсь и, конечно, включаю достаточное количество игр, потому что для меня это возможность удержать его внимание. Ага, Екатерина, 9 лет стажа. Наталья, приветствую вас. Видите, мы пишем, сколько у нас лет стажа. 14 лет. Оксана, 5 лет стажа, 15. Школьный логопед. Угу. Появилась 4 года дефектологом, а 5 стаж 37. Вот это интересно. 39 лет в детской поликлинике. Ничего себе, вот, знаете, вот прямо мимо меня прошло. Ведь я хотела тоже в поликлинике работать. Интересно. 10 лет в школе для глухих и слабослышащих детей. Виктория. Очень интересен, Виктория, ваш опыт, потому что вот прямо над нами стоит вот этот момент разработать. Сейчас ищем специалистов, с которыми мы вместе разработали игры для глухих, слабослышащих детей. 3 года. Стаж 34. Да, вот Валентину я уже видела. Надежда. 17 лет. Как-то этот не очень плавно ползет чат. Вдруг раз пролистывается. Давайте с вами посмотрим еще как бы из простых, так сказать, игр. То, что мы предлагаем детям и в момент знакомства, и в момент обследования, в момент обучения, да, чтобы выявить трудности их с фономатическим слухом. Давайте посмотрим на нашу лягушку, лягушку, лягушачий квартет. Зеленые зелепуки. Вечером у нас концерт, а сейчас репетиция. Все лягушки играют одинаково. Если услышишь, что кто-то сыграл не так, то нажми на этого лягушонка. А если все верно, нажми на ладошки. Поклопай им. Я выбрала в настройках гласные. Жо! Гы! Жо! Жо! Сейчас они произносят согласные, но я по умолчанию стоят слоги. Не согласные, а слоги. Я выбираю гласные, предполагаю, что у меня плохо говорящий ребенок, возможно, только на начальном этапе работы. И мы с ним вместе начинаем с проговаривания гласных. Насция! Перед концертом репетиция! У-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Должны все один и тот же звук произносить наши лягушаты, но один из них фальшивит, произносит не тот звук. Вот наша задача его найти. Как интересно дети реагируют, да? Но сейчас я жду от вас такой ответ, коллеги. Вот интерактив, он интересен вам, как в развитии? Ну, судя по тому, что вы на Мерсибе, он, конечно, интересен, да? Но меня даже интересует, насколько вам это всё понятно, понимаете? Вот насколько... Потому что поскольку я внутри, да, если нахожусь в системе, мне не просто понятно, мне всё очевидно, я легко всё здесь нахожусь, нахожу, да? Мне очень важно, чтобы вы тоже легко ориентировались в этом. Вот есть у вас трудности с ориентацией внутри сайта, или вам тоже всё легко и понятно. А мы находим лишнего лягушонка. Эх, немного ошибся. О-о-о-о-о-о-о. Мы можем похлопать, если нам кажется, что всё прозвучало правильно, да? И я вас всегда призываю дать возможность ребёнку сделать ошибку. Если надо ещё раз послушать, есть кнопочка повторения, и мы выбираем того, кто ошибся. Эх, немного ошибся. А в настройках не забывайте. Можно выбрать 3, 5 или 7 раз наши лягушаты будут петь песню, тоже в зависимости от времени, который вы отводите на работу с детьми. Так. Видите, нажал на аплодисменты, не послушав, как они спели и так далее. То есть здесь, конечно, хорошая тема. Мне очень нравится, да, я вот подглядела на эту методу объединения, как коллеги берут, вот если этих лягушек, а у нас есть звонок лягушонка, который звонит своей маме и вообще своим друзьям, приглашая их на концерт. У нас вот эти здесь лягушата. Они распечатывают фон, в конструкторе картинок делают с этими лягушатами целую историю. Мне очень понравилась вот эта вот тема, как они подключают творческие использования конструктора картинок, просто смело там распечатывают себе какие-то карты, карточки, и делают интересные темы. Вот поэтому я вам этот лягушачий концерт наряду с грибниками советую именно в начале работы. И поэтому сейчас показываю наиболее простые варианты. Вот «Поём с бобром» – тоже такой вариант игры, который мне подсказала моя подруга, моя коллега. Она это использует в виде карточек, а мы из этого сделали интерактивную игру. Поскольку она работает с тяжёлыми, с детьми, а я прочитала, среди вас много дефектологов, так что классно, она использует такой момент, как проговаривание ударного слога. Всем добрый день! Скоро у нас большой концерт! Нам нужно хорошенько подготовиться! Нажимай на картинки и слушай звуки и слова, которые произносит дирижёр, и повтори их. Мы выбираем вот эту пару звуков. У, А, И, А и так далее. Это значит, что здесь подобраны слова из двух слогов, и соответствующие гласные мы выбираем. Так что у нас звук диктора включаем или выключаем. На ваше усмотрение. Выбираем вот такой комплект. И здесь вот то же самое. У, И, ГУ, СИ. То есть каждое слово задерживает именно этот набор гласных. И вот Ольга мне рассказала, что я вот беру карточку, то есть всё, что мы сделали интерактивно, всё то же самое у неё на карточках. Показывали У, И, ГУ, СИ. То есть она к гласным подключает потом согласные. И дети, и я таких тоже много видела, работая уже непосредственно с детьми, когда у них контур слова ещё только есть, когда он может только с помощью ударного слога проговорить ГУСЯ, а он говорит ГУ, и так далее. Поэтому здесь мы выбираем вот ту пару звуков, которые осваиваем вместе с нашим дирижёром. Ведь он дирижирует. Сначала мы произносим звуки, потом слово. Соответственно, вы можете выключать звук и самостоятельно вот это озвучивать. А, И, да, может быть, более громко, может быть, более чётко, может быть, давая возможность ребёнку тоже произнести вот этот комплекс звуков. И когда вы, видите, здесь звёздочка снимается, когда вы уже использовали этот комплект. Видите, я беру другой комплект. Пожалуйста, ОА, Роза, Лодка, Кошка. Беру АА. Тоже появляются у нас другие комплекты. И вот всё, что надо, вы спели. Конечно, это очень здорово, и меня порадовало, что в этом Одинцовском районе у всех есть интерактивная доска, и коллеги очень активно этим пользуются. И тогда отлично подгрупповые, групповые занятия. Дети все по очереди могут это произнести. И такая простая игра. Я думаю, многие дефектологи, которые сейчас нас слушают, согласятся, можно использовать детьми разного, так сказать, ментального состояния и также любого возраста, даже с малышами. И вот когда мы наигрались, видите, здесь игра сама не заканчивается. Мы нажимаем на кнопку «Выход». Репетиция окончена. Всем спасибо. Позвольте откланяться. Всего доброго. Вот такой он у нас смешной бобр. Специально даем ему поклониться, чтобы посмотреть. Коллеги, те, кто к нам присоединяется, я сегодня с вами общаюсь. Ага, видите, прямо тормозит у меня чат, потому что я смотрю, все стоит. ИКТ используем, но, к сожалению, без звука. Вот как так, Зинаида? А почему без звука? Я вообще не поняла. Так, вот у нас Марина Николаевна опоздала. А между тем, Марин, мы написали уже, все, кто захотел это сделать, какое количество времени вы работаете, какая цифра вашего стажа здесь, да, и обсуждаем тему ИКТ в вашей практике. Насколько у вас есть на это время, силы и желания. Мне кажется, что здесь определяется главное это желание, это удобство. Потому что вот все коллеги, которых приглашала, они говорят, ну мы уже без этого себе не представляем работу. Потому что это и дети, и родители приветствуют, это динамика, которую мы прослеживаем у детей. Но в то же время, общаясь со своими вот уже взрослыми там коллегами, они говорят, у нас нету на это времени. И для меня это непонятно, потому что мы, наоборот, как бы облегчаем время работы. Мы его сокращаем время на писанину, на подбор материалов, да. То есть экономия времени и есть как бы мерсива для меня, да. А они говорят, нет, нету времени играть на мерсиву. Поэтому говорим с вами про ИКТ. Юлия из Тобольска к нам присоединяется. Нина, очень интересно, простите. А так, Марин, увидели, за опоздание простили. Марин, сегодня обсуждаем фономатический слух. Здесь еще у нас такие игры есть, как уже мы приближаемся к теме звукобуквенного анализа. И непосредственно, когда мы убедились, что ребенок слышит... Ага, Юль, спасибо, что написали. 18 лет стажа. Зинаиды нет полного комплекта для ИКТ. Ну вот, смотрите, я включила игры мерсива, да. Я их по подписке включила. Как я могу и без звука слушать? У меня же есть колонки. Вот, Марина пишет. Стаж более 10 лет, ИКТ используем. Ну, мало в работе, так как работаю в Государственном детском саду. Ну, понимаете, Марин, в Государственном детском саду все работают, в большинстве своем. И администрация, вот реально, вот я сама удивилась, но администрация закупает и подписку, и комплексы, такие как Логомер 3, как Мерсиба Интерактив, Мерсиба Плюс. И получается, что... А вы из-за этого, получается, Марин мало используете в работе. Вот это же Государственные сады, и все это закупает. Татьяна, педагог у нас в саду интернет очень слабый. Да, понимаете, вот это меня тоже поражает, потому что, знаете, мы работаем же с коллегами, с мужчинами, программисты там наши все, вся наша компания, они не могут поверить. Я говорю, слушайте, ну я хожу в детские сады, я общаюсь вот в чате вот с нашими коллегами. Слабый интернет. И это удивительно. Вот в наше время, да, 2024 год, когда у всех в телефоне интернет, а в детском саду он почему-то слабый. Ведь вокруг детского сада стоят дома, в которых люди сидят в интернете. Ведь у всех есть вроде бы Wi-Fi, да? Вот, но поэтому я понимаю, что у кого слабый интернет, те используют флешки, они идут без интернета. У кого интернет хороший, конечно, лучше использовать подписку, потому что в ней больше игр, больше возможностей, и дневники детей, и конструктор туда входит, и так далее. Да, с интернет очень слабо. Но вот видите, поразительный момент. А мы с вами, значит, подбираемся к теме, когда мы ребенка спрашиваем, какой первый звук в слове Оля. У меня почему-то так всегда было слово Аня. Я когда с ним знакомлюсь и смотрю, и я обращаю внимание на то, как ребенок понимает вообще формулировку вопроса. Какой первый звук в слове Аня? И я вижу, что не понят даже и сам вопрос. Да-да, я говорю, смотри, слово Аня, А. У нас интерактивных досок пока нет, а на ноутбуке очень маленький экран. Марина, да, из Крыма. Ну, ноутбук с маленьким экраном, но тем не менее это все-таки телефон, меньше еще экран, да. Все-таки мы, вот видите, позиционируем себя, как работа со специалистами, которые в ноутбуке и в компьютере работают. Я, когда приезжаю в офис на работу, у всех ноутбуки, у всех небольшие экраны. А дома у меня просто большой монитор, потому что я все время работаю в компьютере. Мне удобнее, когда большой. Использую флешки с играми в саду, очень активно. Детям очень нравится. Бегут на занятия. Вот то, что транслирует Оксана, я тоже это везде слышу. Дети идут на занятия активно, потому что знают, что вы используете игры. А Лена соглашается с Мариной Николаем. У нас в саду тоже очень слабый интернет. Подключаем свой личный, чтобы хоть как-то работать. И я тоже, знаете, посмотрела, коллеги, если свой телефон раздавать, но все равно это не то. Должен быть нормальный Wi-Fi, нормальный интернет. Я насчет флешки, думаю, пока знакомлюсь с вашими разработками. Марин, очень хорошо, что вы сюда пришли, потому что наши разработки, это моя задача вам их осветить. Поэтому, Марин, любые вопросы, вот я для этого приезжаю в студию, чтобы вам на них ответить. Поэтому я, когда показываю игры, мне тоже интересна ваша обратная связь. На что обратить внимание? Вот я покажу вам игру «Тачки на задачки». Понятно ли, Марин, откуда взялась эта игра? Что я скачала студию, зашла в студию, открыла кнопку «Игры и упражнения», и теперь выбрала их по кнопке «Фономатический слух», и вот они «Тачки на задачки». Вот буквально это. Коллеги, вам понятно? Забегай сюда скорее, приводи своих друзей. Мы отлично поиграем, буквы в тачках покатаем. То есть вот это материалы есть на флешке «Занимательная фонематика». Я могла бы их на флешке показать, но показываю на студии, показываю в интернете. Найди первую букву в этом слове. Из четырёх букв в тачках выбери одну, с которой начинается слово на картинке. Вот, Ульяна, спасибо. Детям нравятся игры, и дети в восторге. Мне тоже это всё очень нравится, коллеги, поэтому я с удовольствием с вами делюсь именно с практической точки зрения. Потому что я заметила, что если я просто с кем-то встречусь, знаете, со старой подругой, которая сто лет не видела, скажу, вот, мерсибы, такие игры, она ничего не поймёт. В телефоне я их не покажу, нужно зайти и посмотреть. Поэтому, конечно, здесь нужно это всё видеть. Вот, поэтому, смотрите, я не устаю вам про настройки напоминать. Количество повторов, сколько раз гномы сюда прибегут. Стаж 26 лет. Айгуль у нас в группах есть. Логомер. Использую его на занятиях. И в свободный день. Детям очень нравится. Я тоже считаю, что логомер, если нет хорошего интернета и подписка решает все вопросы, тогда логомер. Логомер 100 игр, возможность ввести дневник, статистику и конструктор картинок и так далее. Спасибо, что написали, Айгуль. Мне это очень важно, видеть вашу обратную связь. Итак, выбор буквы. Выбираем и определяем первый звук в слове или последний. Здесь вы делаете это с помощью настроек. Мало есть, но все равно прогресс не стоит на месте. Да, Оля, я с вами согласна. Я просто вижу, что меня, мои уже подруги спрашивают, что ты посоветуешь? Нам выделяют деньги, что администрация спрашивает, что закупить. Я вот советую закупить, например, Мерсиба интерактив, потому что там сразу несколько детей. Это мультитачевая программа. Несколько детей должны одновременно выполнять на интерактивной доске задания, чтобы перетаскивать предметы. К конфету выбираем в тачке. Буква. Все верно! Конфета, первый звук К. Ну, конечно, надо просто несколько раз ребенку повторить, чтобы он это все понял. Всегда спрашиваю ребенка, какая картинка в болг? Какой ты слышишь первый звук в этом слове? Если уже ребенок постарше, я его спрошу гласный или согласный. И мы начинаем перебирать наши тачки. Видите, вот в них разные буквы, но мы выбираем буквы, соответствующие нашему волку. Есть такая буква в этом слове? И таким образом, в следующий раз, когда я вижу, что ребенок усвоил и понял эту идею, когда я показываю ему эту игру интерактивную, я, конечно, до этого позанималась с ним устно. Мы просто поперебирали слова, и, может быть, имена друзей и близких людей назвали первый звук. У меня, конечно, всегда предметных карточек моря. И вы видели, как коллеги в марте, они просто вот эти наши трудные звуки-1, трудные звуки-2, зоосад, ботанический сад. Это просто набор предметных картинок. Я любые выложу перед ним, и мы определим первый звук в слове. А этот момент как закрепление этого материала, как окончательное его понимание. Поэтому если ребенок понял, окей, мы выбираем следующую настройку, последний звук, игра перестраивается. Ну и потом, я напомню, у нас акция в этом месяце, что подписка на первый месяц 50%. То есть есть шанс просто за полцены оплатить первый месяц, поиграть самостоятельно. И вот уже играя в среду, прийти, задать мне какие-то вопросы, если что-то непонятно, удалось ли вам зайти в студию, скачать, разобраться, где игры, как дневник организовать. Вот моя задача вам это все пояснить. Банан. Теперь мы ищем последний звук в слове, поэтому здесь у нас даже и не появляется буква Б. Сразу выбираем на банан. И как наглядно видно, встала буква на последнюю позицию. Вот таким образом мы и двигаемся. Ну и, конечно, печатные задания, коллеги, даже если вы подпишетесь на один месяц, поиграете на студии, скачаете ее, разберетесь, то запас печатных заданий никто не отменял, можно этим воспользоваться. Игра стройка-перестройка тоже ее люблю, потому что, во-первых, напоминаю, видите, сразу не заходя в игру, можно распечатать задания к ней и, например, начать с того, что выполнить задание печатное, а потом прийти к игре, почему бы и нет. Сначала я раскладываю карточки перед ребенком и говорю, не показываю, или, например, раскладываю несколько карточек и описываю только то, которое начинается на К, а заканчивается на А. А у меня здесь лежит кабан, корова, там, я не знаю, цветок и ложка. И ребенок среди этих должен выбрать корову, потому что она начинается на К, заканчивается на А. И вот так вот по-разному, подходя к детям, предлагая им такие многообразные задания с этим первым-последним звуком, что не так-то легко и определить, особенно поначалу детям, да, я потом перехожу к игре стройка-перестройка. Сейчас будем строить новый дом. Выбираем... Наш строитель непростой. Он говорит загадками. Догадайся, что ему нужно, и щелкни по тем предметам, которые он описал. На С начинается, на О заканчивается. В окно вставлю. Одно надо. То есть есть описание. Я приветствую коллег, которые присоединяются, Ирина, Ольга, Светлана. Сегодня у нас такое плотное общение интересное. Мне коллеги рассказали, сколько лет стажа у них. Вы можете тоже написать, какой у вас стаж. Насколько плотно вы используете ИКТ в своей ежедневной практике. И также говорю о том, что все готово вам пояснить и рассказать, для того, чтобы вы могли познакомиться поплотнее. Итак, на С начинается, на О кончается. Нужен один предмет. Помимо описания предмета, нужно догадаться, что это. Не количество выбираем. На Ф начинается, на Н заканчивается. Украшу двор. Дайте три. Фонтан, дайте три. Спасибо, что коллега написала. Один год стажа. Прекрасно. Еще не успели обрасти, как я в свое время, шкафами пособий. Если вы на Мерсиба, то, конечно... Ага. Вот Светлана тоже советует приобретать. Не пожалеть. Но уж пожалеть вам точно не удастся. Мне, скорее, даже, знаете, не то, чтобы пожалеть, а то, чтобы вы легко в этом разбирались. Вот моя задача. Здравствуйте. Так, понятно. Пять лет, пишет Анна Владимировна. Пять лет стажа. Прекрасно. То есть я переезжаю, говорю, с этими шкафами. У меня просто куча шкафов было. А сейчас, если бы я начинала работать, вот мне Мерсиба, во, выше крыши. На Т начинается, на Р заканчивается острый. Шесть штук куплю. Вот сколько подсказок, да. И острый, и начинается на Т, заканчивается на Р. И шесть штук куплю. Есть четыре топора, есть шесть. И мы выбираем, да. То есть стаж 27 лет. Светлана, вот уже коллега. Примерно мы в одно время, наверное, учились. Ну, конечно, я пораньше начала. Может быть, просто и тоже стаж был в другой области. Да, именно мы говорим о коррекционной деятельности. В общем, вот таким образом мы строим дом. Да, вместе с этим строителем. И я говорила о том, что очень мне нравится тема подготовки к этой игре. То есть ребенок получает эту игру как награду за то, что он в этой сфере уже разобрался. Он все понимает. Он, выслушивая такую инструкцию, я не первый раз в жизни это все услышал. И тот момент, что работая с детьми, допустим, коррекционной группы с ОВЗ, вообще восприятие инструкции от другого голоса, да, мужской голос, такой интонации, вот, это все не нужно будет приобрести за свой счет у нашего учреждения. Нет такой возможности. Поэтому, да, я смотрю и думаю, да, совершенно верно, Марин, это я вас прекрасно понимаю. Я тоже как логопед, вот все пособия и все мои набитые шкафы, это все за мой счет. Можно было бы, наверное, в методический кабинет что-то ходить взять, но когда я работала, там все было достаточно скудно. 8 лет стажа, но на Мерсиба ни разу не пользовала, не пробовала использовать. Вот Олечка пишет, вот, Оль, вы прям вот спасибо, что пришли, потому что, ну вот, все, кто начинает использовать, ну, они очень рады, и они постепенно втягиваются в эту работу. Вот как Наталья Александровна, которая была в начале марта, она говорит, ну, было у меня два диска, я никак не могла начать их использовать. Работаю всего два года. Вот до этого работал учитель начальных классов со стажем. 17 лет. Ага, Нателла. Отлично, спасибо. Да-да, Марин, я прекрасно понимаю, поэтому я это все сама себе покупала, и поэтому ты отдаешь деньги, и ты должен понимать, что я это буду использовать. И вот пример Наталья Александровна, она говорит, у меня эти диски лежали год, а потом я к ней приехала волею судеб в эту апреливку на электричке, и она говорит, ну, вот когда вы показали, а, вот тогда я поняла. И сейчас она, у нее был вебинар, знаете, на тему, если вы не смотрели, ребенок был, ну, я думаю, что аутичный. Вот она говорит, она неделю вообще не садилась, просто ходила по габинету, трогала все, и она говорит, я ее садись, думала, я ей сейчас покажу интерактивную игру, она как-то втянется, увидит. Нет, она никак. Игры на занятиях как бонусы, да, активностью, да-да, вот совершенно согласна, как бонус, Светлана, один год. Вот, и она говорит, я села и сама стала играть, вот в тех же грибняков. И ребенок постепенно, даже не на первый раз, сел с ней рядом. И вот тут получился переход для меня очень интересный, от интерактивной игре к предметной деятельности. Потому что сидеть и играть в интерактивную игру, ребенок учился вот этой усидчивости, потому что игра, она тебя как бы стабилизирует, захватывает твое внимание, требует от себя каких-то действий. И вот ребенок у нее, а потом, говорит, она постепенно стала подключать карточки, да, тоже их карточек наших полно, и просто предметы, игрушки. То есть ребенок просто приучался сидеть за столом и общаться со специалистом, да, потому что и такая проблема есть, что ты говоришь ребенку, садись, сейчас будем вместе играть. Он на тебя не реагирует, он занят своими делами, не слышит, не хочет, неинтересно. Миллион причин, да, и каких-то сенсорных особенностей, сенсорного восприятия, да, почему он с вами не садится. Да, вот это я все смотрю. Да, очень много воспитателей, которые меняют профессию, или же которые понимают логопедические проблемы детей и вместе с логопедом работают. Но все-таки игры мы смотрим, я вам их с удовольствием демонстрирую, чтобы вы понимали, что к ним есть настройки. Вот мы уже переходим к играм более сложным, да, которые требуют большего, так сказать, внимания, и уже определяем не просто первый-последний звук, место звука в слове. В этом плане находчивая буква, игра, которая уже, наверное, 10 лет, не меньше, но, на мой взгляд, она вполне отвечает всем требованиям. Опять же, настройки позволят вам выбрать ту букву, которую вы считаете нужным. Но вот «б» в конце слова, да, как буква нормальная, как звук, может быть, оказаться некорректным. Я в этом году, у нас три ребенка с раз, спасаясь вашими играми, спасибо за ваши идеи. Вот, Анна Владимировна, да, и очень большой отклик от специалистов, которые работают с детьми с аутизмом, и это очень помогает, потому что у нас для вас очень большой выбор. Занятия им проходит интересно, Наталья пишет, дети с удовольствием приходят, занимаются. Добрый вечер, Санкт-Петербург к нам присоединяется, а мы смотрим игры на развитие звукобукв, на анализов, аноматический слух. Выбрали букву «П», настройки, как я поменяла. Я не готова с тобой поиграть. Давай же картинки скорее выбирать. И хотя вот Наталья пишет, что с играми проходит интересное занятие, но это же, я уверена, что там все игры подключаются, да, это и устные игры, и с предметами, и с карточками, с картинками, не знаю, с карандашами и так далее. Но интерактив, конечно, вот несмотря на то, что дети наши окружены интерактивом, и телефонами, и планшетами, и телевизорами, все равно вот это взаимодействие с героем, да, вот с этим тюленем ты должен определить, и ты видишь результат своей работы. Вот это и есть мотивация, стимул для детей, да, Натальи из Санкт-Петербурга присоединяется. Платье сюда отправляем. Первый звук в слове – платье. Помидор сюда. Молодчина! Укроп звук на конце. Отлично! Видите, эти самые тюленчики хлопают, да, они поощряют ребенком, конечно, это интересно. Отлично! Плащ. Молодчина! Светлана написала, так написала. Одиннадцать лет. Последние пять лет работаю по теме самообразования, развития речи детей, суммонтан, отсталости, аналогопедические занятия, используя интерактивные игры. Вот это классно, Светлана, спасибо. Начинала с дисков, а сейчас флешки и подписка. Огромное спасибо всей вашей команде. Дети ждут нетерпения в занятиях, знают, что будут играть. Вот, Светлана, тут-то, Свет, спасибо, потому что вот когда меня спрашивают, да, Светлана, вот а что у вас есть для детей с умственной отсталостью? А что у вас есть для детей с РАС? А что у вас есть для детей с ЗПР? А что у вас есть для малышей? А для детей, которые 10 лет проходят программу первого класса? И я как бы немного теряюсь, потому что у нас всё есть для таких детей. Абсолютно всё, понимаете, включая игры по математике, русскому языку, обучение, чтению и так далее. Но именно вы, опираясь на то, каких вы детей видите, и Светлана нам тому доказательство, потому что дети с умственной отсталостью берут эти игры, потому что вы для них выбираете не трудные игры на математику и русские, а выбираете игры для малышей на неречевые звуки и тут же звукобуквенный анализ. Я тут сижу и вместе с ними, с этими тюленями выбирая звук, а может быть, Светлана скажет, давай посчитаем тюлени. Да? Угу. У вас много чего есть. Это клад. Это точно. Мне Света Батяева говорит, которая вела. Она говорит, вам надо премию дать за это всё. Паутина. Да? Потому что я как логопед очень хорошо представляю, что мне самой надо на занятии, понимаете? Поэтому это всё делается... Ещё поиграем с тюленями? ...под специалиста. И когда вы оформляете себе подписку, да, может быть, на год кому-то 7 тысяч – это дорого, но тем не менее это целый год. Плюс вы можете продлить заморозку на 3 месяца летних, и вы просто перед вами вот тот самый клад из 400 игр. Раз из, по крайней мере, 200 печатных заданий, которые вы вот просто по кнопке распечатываете. Я это делаю дома, неоднократно печатаю у меня, потому что принтер дома есть, я дома распечатываю, приношу. Плюс конструктор картинок, плюс мерсетеков, которые уже куча созданных пособий. То есть вы получаете такой материал, который позволяет вам и творчески реализоваться. Мне очень нравится идея делать собственные пособия в конструкторе. Я это увидела наглядно, как делают девчонки вот из Одинцовского района. Ну, это просто классно, что приклеивают к ним эти фетровые какие-то липучки. И на фетровой доске их всех выкладывают. То есть, мало того, скриншотят не просто вот в конструкторе, а ещё открывают игру какую-нибудь, понимаете, и скриншотят всю эту игру и её персонажей. Вот такого фона у нас нет, а они хобы его сделали скриншот, и у них теперь такой фон. И они тут тоже что-то придумывают. То есть, вот, конечно, вот этот творческий подход, он мне очень самой близок, потому что тогда я работала в детском саду, и это были тетради многочисленные наши. Я там и фотографии детей вклеивала, и стихи-то про них про всех сочиняла, и так далее, и так далее. М-Б-А. Вот здесь одна из наших старых игр «Помощь на пожаре». Вот этот синтез и анализ слова Б-О-М-Б-А. Найди это слово, ты определил его на слух. Конечно, предлагая такую игру, смотрим игру «Помощь на пожаре», у меня возьмут предметные карточки, которых, я говорю, на Мерсиба мы их наделали просто кучу, мы продаём их и на Валбересе, и на Мерсиба, скажу вам по секрету. Вот, поэтому я сначала объясню это ребёнку с помощью карточки, с помощью рисунка, с помощью того, что я напишу это слово и по буквам его прямо покажу, смотри. А потом, когда это игра, и она как будто что-то новое для ребёнка. Ох, слышно мне, если можно, я говорю, чуть-чуть погромче мне сделать эту самую колоночку. А вот не услышала, у меня здесь нету кнопки повтора. Или я подзависла, что ли? А, извините, я же это, лестницу не построила, сижу, жду. Ну, думаю, что такое. У-К-Р-О-П. Ну, чуть-чуть, если можно погромче. Укроп, да? У-К-Р-О-П. И вот так вот возможность. Пошло дело. Вот так, хорошо, спасибо. Так, погромче. И вот мы строим лестницу. А-Р-Ф. А. Арфа, да? То есть, во-первых, нужно узнать, что такое арфа. Или, например, он услышал слово арфа, а что это такое? Показываем, объясняем, знакомим. Отлично. Ой, забывай строить лестницу. П-У-Х. Пух. Угу. Хотела сказать такое. Все сгорели, что ли, уже? Пока я хотела сказать. Еще будем играть? Ага, здесь, видите, она на время. То есть надо достаточно в темпе работать. Хотела, вот Светлана написала, и у меня такая идея какая-то была в голове сказать. Угу. Ну вот, как раз я увидела, видите, коллеги пишут, один год стажа, там, пять лет стажа. А, вот что я хотела сказать, что, несмотря на то, что смотрите, вы уже давно на Мирсиба, и вам нравятся эти игры, вы находите время, чтобы прийти на вебинар. Вот что для меня большая ценность. Послушать еще. Я думаю, может быть, задать какой-то вопрос. Мария пишет, такие игры есть в кабинете старшего воспитателя. Детям нравится. Ну, классно. Говорят о том, что продвинутые люди работают. Потому что вот эта тема ИКТ, помимо того, что, да, над нами как бы висит такое требование, нужно, и мы обязаны использовать ИКТ в своей работе, это само по себе очень интересно и полезно. И вы видите, какой эффект на детях. И мне кажется, что, и за что я волнуюсь, да, все время коллеги, вот все ли вам понятно, да. Например, вы решили, ну ладно, оформлю я подписку. И вот сталкиваетесь с тем, что вот вы подписку оформили, а теперь дай-ка я пойму вообще, как тут что. И я, потому что, ну, даже надо донести эту информацию. Например, вы написали бы, я вот подписала, используюсь вашими играми, а что-то вы говорили насчет дневников, я ничего не поняла. И здесь я всегда могу прямо во время нашего вебинара, допустим, уйти назад, показать, как я создаю этих детей, как у меня открывается дневник, да, вот у меня наверху, видите, вот дневник ребенка. Как я могу, вот кнопка «Домашнее задание», вот очевидно ли вам это, вот что я волнуюсь. Добавить упражнения. Я это сделала, это дневник вместе с ребенком, с родительницей, да, то есть мама оформила подписку, мне добавились дни за то, то, что я оформила этого ребенка. Вот, Арина учится на логопедах. Ну, Арина вот просто попала в нужное время, в нужное место. Еще не обросла шкафами, как я, и все будет очень компактно, и в то же время все под рукой. И вот видите, у меня появляется кнопка «Добавить». Я ребенка вот из фономатического слуха, пожалуйста, могу тех же грибников ему добавить, лягушат, меткий стрелок, вот находчивая буква. Добавил эти игры, могу перейти в чтение, добавить ему еще игру по чтению. Например, он только в начале обучения, в начале пути, будильник для бабочки. И всегда у меня вот кнопка «Готово». Видите ли вы ее? Опа, готово. Вот у меня эти дневники. Эти же самые игры увидит мама, которую я подписала к себе. Она не будет в этих четырехстах играх, как я, думаю, господи, сколько же игр, что же мне ребенку-то дать? Нет, она, видите, сколько раз я занималась, у меня все это отражается. Те занятия, домашние задания, все здесь сохраняется. Я могу добавить текстовое задание, пожалуйста. И все это увидит мама. То есть если вы мне говорите, что вот это не очень понятный контекст, я всегда готова вернуться, рассказать. И вот смотрите, я опять возвращаюсь к играм на фономатический слух, но у меня открыт дневник мальчика Саши. И теперь, если я буду играть в игры, они будут отражаться у него в дневнике. И для меня, как для специалиста, очень понятно и просто. Ага, вот в эти игры мы играли. Все отразилось в его дневнике. Пришел другой ребенок. Хоп, я вернулась по кнопке «Назад». Открыла вот этого ребенка. У меня дневник не привязан. Могу не привязывать его. Все равно я открываю и играю. И в дневнике девочки будет отражаться все, что я сделала. Поэтому вот эти механизмы, мне очень важно, чтобы вы в них хорошо ориентировались, легко, так же, как и я. Потому что, знаете, глаз замыливается. Мне это все просто понятно. И прямо у меня к вам тогда просьба. Давайте вы напишите. Если вам понятно, напишите. Конечно, вот эти плюсики, единички. Если вам не так сложно, напишите «понятно» или что «не очень понятно». Вот я хочу в этом разобраться, чтобы знать все-таки, как мне материал лучше вам подавать. Как по мне, так все понятно насчет дневника и удобно. Светлана, спасибо. Вот очень меня это радует. Потому что, когда вы приходите, Светлана, и у вас такой стаж работает, и вы на Мерси бы разбираетесь, то есть, чем бы я могла быть вам здесь полезна, что-то такое рассказать, чтобы вы это еще увидели. Вот, Анастасия, все понятно. Потому что, может быть, и я, у меня какие-то собственные иллюзии насчет «понятно, непонятно». Вот Мария пишет «все понятно, спасибо». А то я, знаете, своим программистам говорю, может, вы не все понятно делаете, может, надо что-то еще добавить. Они говорят «да мы все делаем, Катерина, понятно». А я говорю «ну я приду, у меня есть вот живые люди передо мной, и я у них все спрошу». Так, фономатический слух мы смотрим. Так, по времени я слежу, чтобы мы с вами эти задачи, которые я поставила, мы рассмотрели. Напоминаю, что у нас есть возможность избранные игры. Видите, вот у меня они сюда занесены, и вы также можете их сюда включить. Когда мы говорим про фономатический слух, вот мне очень, например, перекликается тема чтения. То есть мы можем переходить, особенно в подготовительные группы, а то особенно те, кто сейчас из вас, коллеги, вот апрель-май, и, собственно, все. Вот у меня, у младшей внучки Оли, уже прощание с детским садом будет 17 мая. Да, то есть она уже хорошо читает, и я думаю, что все понятно. И Нина, и Татьяна, и Оксана пишут, что все понятно. Ну, ясно. Понятно, Игорь, мне пользуюсь очень интересно. И спасибо, Елен. Видите, я просто даже не догадывалась задавать вам вопросы. Понимаете, всегда говорила, спасибо, что вы пишете «Города». Ну, вы так и писали все «Города». Все хорошо и понятно. Мне очень приятно, что вы откликаетесь, общаетесь со мной. Вот, я сразу открываю. Ага, спасибо, Ульяна, за вашу активность. Я открываю чтение, и, например, уже слоги и слова. И исходя и продолжая тему фономатического слуха, могу предложить вот эти игры. Потому что они как бы уже более высокого уровня. Уже дети у меня читающие, знающие и отличающие гласные от согласных. И вот могу такую довольно сложную предложить им игру «Веселый город». Спасибо, что Алла Васильевна плюс поставили. Срочный репортаж. Что-то случилось с вывесками в нашем городе. Татьяна, скажите, пожалуйста, родители должны скачать Мерсиба или купить флешку. Я, конечно, всегда за то, чтобы родитель, вы его подписали, чтобы родитель с вашей ссылкой оформил подписку. Почему? Потому что, во-первых, вам за это придет день, а во-вторых, вы сможете пользоваться дневником, давать ему домашние задания. В-третьих, у родителей дома всегда есть интернет. Понимаете? Зачем им покупать флешку? И вот с помощью этого дневника вы всегда увидите, он выполнил задание или нет. И мама тоже. Спасибо, что вы мне написали. Вот пять игр. Мы их играем все три дня. Мне не надо в четырехстах играх ориентироваться, понимаете, как скажет вам мама. Поэтому я за то, чтобы родители оформляли подписку. Сами или с вашей помощью. Елена, старший воспитатель, 18 лет, из них 8 года, воспитатель логогруппы. Ну все, наши люди вместе с нами. А Татьяна пишет, с каждым разом все больше нового. Понятно. Итак, мы с вами смотрим игру «Веселый город», где на вывесках пропали гласные буквы. И ориентируясь на то, что наш ребенок уже в курсе, что такое гласный и согласный, и мне в этой игре очень нравится, что вот если мы здесь напишем букву О и А в слове «почта», то мы не поймем, с какой вывески пропали буквы. А вот в слове «почты» у нас есть шанс понять, что это почта, и что согласные, они как бы составляют скелет, каркас этого слова и позволяют нам догадаться, что у нас было на этой вывеске написано. Все буквы на месте. Людмила пишет, что все понятно. Спасибо, Людмила. Дизграфики, дизлептика. Игорь на пневматическом слове замечательный. Олечка. Я тоже так думаю. Кстати, вот Оля мне напомнила, что это как профилактика дизлексии, дизграфии. Когда мне подруга сказала, я вообще не понимаю, зачем это все надо. Она не использует это в работе своей. Я подумала, что да. Хотя у нас для них есть вот этот прекрасный функционал «читай, пиши без ошибок». Я вам напоминаю, что можно уже не покупать флешку «читай, пиши без ошибок», а подписаться на ее функционал, вот как я это сделала. Итак, можно догадаться, что это парикмахерская. И вот задача ребенка вот самому, действуя мышкой или пальцем на интерактивной доске, да, запросто, вы можете вставить и починить эту вывеску. Заодно, конечно, такое сложное слово, парикмахерская, какую букву вставлять, решает вместе с вами, с вашей помощью ребенок. Наконец-то все понятно. Здесь, конечно, мне кажется, ой, что-то нос чешется, без помощи специалиста, логопеда, там воспитателя не разберешься, да, потому что, ну, вот такой набор согласных, да, я могу догадаться, что это кондитерская, и здесь есть возможность помочь ребенку, возможно, подсказать, а может, она у вас где-то недалеко на улице, и вы можете это увидеть. Ну, и вот таким образом, разбирая, и обращая ваше внимание, у нас нету никакого, так сказать, господи, песочных часов, никакого времени, которое бы нас торопило, и мы делаем в том темпе, в каком справляется ребенок. Все буквы на месте. 18 лет стажа. Вот Елена работает с детьми. Памятник вам всем поставить, коллеги. Вот такая вывеска, детский мир, это мы все вместе составляем с ребенком. То есть, опять же, печатное задание, коллеги, еще раз говорю, подписка, конечно, прекрасный момент, на мой взгляд. Во-первых, это очень много игр, да, на все случаи жизни. Во-вторых, это огромное количество печатных заданий, мерситека, конструктор картинок, все у вас будет под рукой. Ну и вот это вот, да, плюс речевое обследование, речевая карта к этому ребенку прилагается, дневник этого ребенка, будете вы его привязывать к родителю, не будете, вы можете его ввести самостоятельно, просто учитывая количество детей, с которым каждый из нас работает. Особенно я, например, приветствую частную практику. Даже мне интересно, коллеги, вот я всегда, когда работала на протяжении, там, больше 20 лет я поработала в детском саду, я всегда занималась частной практикой. Я всегда подрабатывала, хотя там в школе, в детском саду, какие-то кружки, но по сути, либо я ходила к ребенку, либо ребенок ходил ко мне, либо я ездила в Москву, либо это где-то около дома, буквально в нашем подъезде, вот у меня до сих пор дневник девочки, которой уже лет 16 я с ней занималась, напишите, пожалуйста, у вас есть частная практика? Потому что по моим ощущениям, что если в детском саду могут быть какие-то ограничения, то частная практика, ну вот просто можно занять и 40-минутное, смело провести около Мерсиба, используя карточки, какая-то игра остается фоном, где-то вы остановили, и ноутбук отодвинули, ребенок играет с вами, вот такой у меня к вам вопрос. Вы занимаетесь частной практикой, если вы логопед, дефектолог, может быть, консультациями, вот это тоже для меня очень интересно было бы в плане знакомства с вами понять, потому что вот еще раз скажу про себя, я постоянно занималась частной практикой, уже под конец там была девочка, просто, знаете, ехала в такси, разговорилась с шофером, насколько далеко было ехать с водителями, и он, узнав, вот как-то мы разговорились, а вот я логопед, а вот то-се, вот у меня, и он просто вот ко мне хотел, прицепился, ну, в общем, очень плотно ко мне пристал, чтобы я позанималась его ребенком, семилетним, который идет в первый класс, и, значит, ну, я так удивилась, я говорю, знаете, я уже как-то и не занимаюсь, нет, вот он был так настойчив, я говорю, ну, ладно, хорошо, давайте посмотрим. Вот он пришел, привел ко мне ребенка, я сказала, мои условия, будет приходить ко мне домой два раза в неделю, мама может присутствовать, может не присутствовать, как угодно, и это была очень своеобразная девочка, потому что, ну, помимо там звуков, я впервые видела такое нарушение фономатического слуха, когда она не могла за мной повторить, та, да, Таня, Даня, она говорила, та, та, Таня, 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 то есть она этого не слышала, но когда мы, когда я сделал, у меня были розовые и, нет, зеленые такие и голубые перламутровые камешки, знаете, которые есть у всех логопедов в детском саду, вот покупаешь, знаете, вот эти вот камешки, и я говорила, та и да, а это у меня зеленый камешек, а нет, розовый, да, а Т и Д, это разные согласные, одна звонка, другая глухая, то она это выкладывала правильно, то есть она обозначение камешками делала правильно, а на слух она не могла повторить правильно, вот я такое первый раз видела, поэтому у нас с ней вот в этом плане была очень такая плотная работа на фономатический слух. Здесь же я, когда говорю, сегодня мы с вами обсуждаем фономатический слух, я, конечно, догадываюсь, что это некая часть занятия с ребенком или с группой, да, это фрагмент занятия, потому что, конечно, мое индивидуальное занятие с ребенком, если это не частная практика, где у меня есть по крайней мере 40 минут, а 15-минутное занятие с ребенком, который ко мне пришел, я ему могу дать две игры на фономатический слух, да, затем мы с ним повторим стишок, вернемся к артикуляционной гимнастике, и у нас мы прорабатываем звук, который ставим или поставили, да, затем, так как у нас, допустим, какая-то лексическая тема, мы можем с ним обсудить и сыграть в какую-то игру, заняться чтением и так далее. То есть, когда я показываю игры на фономатический слух, я думаю, вы прекрасно понимаете, что это не занятие целое, целиком по фономатическому слуху, это фрагмент, если у ребенка с этим есть проблемы, я их выявила на этапе обследования, я включаю эти игры, да, эту работу в свое общение с ним во время индивидуального занятия, или же вижу, что у многих из детей это проблема, да, я всю группу посмотрела, я буду включать в групповое занятие, да, занятие вместе со всеми детьми. Давайте с вами пройдем назад по кнопочке, да, зайдем к ребенку, которого мы сейчас смотрели, видите, у него дневник не привязан, я открываю вкладку дневник, видите, зачем-то вышло из него, вот у нас среда, 3 апреля, занятие со специалистом, я его разворачиваю, мы сыграли веселый город, я могу, видите, сразу себе поставить оценочку, что ребенок хорошо справился или плохо, вы видите, время на это ушло, минут, 4 минуты, 4 минуты, да, потому что я много разговариваю, я могу посмотреть, 28 февраля мы занимались, вот такие игры в дневнике у девочки остались, я могу повторить, я могу их дать в домашнее задание, видите, у меня уже нет возможности поставить и отметку, делал, делал, было давно, и вот эта вот возможность, почему я так топлю, так сказать, за подписку, что можно здесь вот таким функционалом пользоваться и видеть, что вот от 24 января в среду я использовала генератор логопедических заданий вместе с ребенком, почему я это делала, потому что я на него отдельно подписалась, видите, у меня все под рукой, у меня тут сразу генератор логопедических заданий, я с ребенком сделала, когда мы поиграли в игры, и вот фономатический слух, пожалуйста, добавить картинку, вот я выбираю, и я вот это вот все могу ей сохранить в печатном документе, если у меня компьютер со спринтером, я тут же распечатала, дала ей на дом, пожалуйста, занимайся, сохранила в PDF и по электронной почте отправила родителям, пусть они распечатают, а ребенок выполнит, и мне кажется, что в современных условиях такое взаимодействие с родителями, когда вы им делегируете, распечатать что-то, принести, оформить подписку, для наших занятий это необходимо, ну, в частной практике это особенно легко сделать, да, вот, мы с ним ставим звук Ш, пожалуйста, тот у меня, что мы, на каком этапе, карандаш, ландыш, ну, допустим, да, вот я, то есть у меня все это под рукой, и вот когда я вас спрашивала, понятно ли вам это, я это имела в виду, вы тут же зашли сюда, дислексики, дисграфики, читай, пиши без ошибок, генератор корректурных таблиц, я тут же создала таблицу, могу ее распечатать, сохранить, отправить, все то же самое, да, то есть я об этом говорю так подробно, чтобы вы не сомневались, что это все здесь существует, а главное, что когда вы оформляете подписку, ну, чтобы вы просто всем этим пользовались, чтобы не было, чтобы что-то вам не подходит, видите, у нас, наверное, сайт, этот самый чат тормозит, потому что я знаю, что теперь уже я поняла, что вы на вопросы-то отвечаете, но я ничего не вижу, поэтому, может быть, я не даю тоже никакой обратной связи, да, и вот когда у нас тут пособие, вы знаете, что я обожаю эти пособия, которые вы делаете, а я отсюда их беру и использую в своей работе или просто вам показываю вот это все, что сделано в конструкторе картинок, видите, тут какие у нас залежи до богатства, да, вот какая красота, или же я возвращаюсь в редактор, да, да, вижу, что тормозит у нас чат, или открываю Мерситеку, просто напоминаю коллеге, что Мерситека, она доступна вам всегда, даже если вы не оформили подписку, просто зарегистрировались на Мерсибо, вам доступны речевое, психологическое обследование, Мерситека, вот эти все игры, посмотрите, как они великолепно сделаны, вы можете открыть в редакторе или по кнопочке подробнее, всегда познакомиться, какую цель преследовал специалист, ой, плохо стала уже видеть, Надежда Александровна, продвигайтесь по цепочке, тренируя определение первого и последнего звука в слове, видите, сразу наша тема с вами подтвердилась, я, значит, нажимаю открыть компьютер, и пожалуйста, вот этот шаблон, Надежда Александровна взяла, он у нас есть, готовый шаблон, пострелочка, можно двигаться, да, акула, видите, перейду в режим занятия, смотрите, какое классное занятие, работа придумана, я только что при вас взяла в Мерсетике, на звукобуквенный анализ, апельсин на НЕ кончается, и следующее слово, носок на НЕ начинается, заканчивается, вот он наш с вами, стройка, перестройка, игра, ну, спасибо большое, что вы это делаете, я перезагружу чат, что-то не могу поверить, что вы уж прям так долго со мной не разговариваете, точно, все написано, я ничего не вижу, сижу, частной практикой не занимаюсь, Кыргызстан на связи, частной практикой занимаюсь, дети приходят ко мне домой, а частной практикой нет, 25 лет, педстаж, 12 на логопедической группе, вот, теперь вижу, а ты думаешь, что такое, так, не занимаюсь, но в будущем планирую, Наталья, частная практика неизбежна, смотрите, пожалуйста, частная практика подразумевает только постановку звука, или еще и обучение грамоте, а на той частной практике, с чем к вам обратились, с каким запросом, то вы и делаете, я, например, предлагаю родителям, что, смотрите, у нас нарушен один звук, но я же не могу его 40 минут одним звуком, я, давайте мы будем лексикой заниматься, грамматикой, это все очень полезно, родители это приветствуют, но если вы, например, оговариваете, что вы, и у родителей есть такой запрос, обучение чтению, вы можете, например, повысить цену, и сказать, давайте буду заниматься не 40 минут, а мы будем час заниматься, половина занятия у меня логопедии, половина обучения чтению, мне кажется, вообще можно так смело делать, раньше занималась, совмещалась, сейчас нагрузка, полтора ставки у Светланы, которая сегодня с нами общается, так активно, спасибо, поэтому стала уставать, и отошла, все прекрасно, но поздно идет вебинар, Татьяна, что делать, летом будем пораньше вести, замечательно, но не все родители выполняют просьбу, да, Ирин, не все родители выполняют просьбу, с этим надо смириться, тут ничего не поделаешь, может быть, самые активные будут выполнять, и вы как бы думаете, ну вот эти у меня выполняют, а эти у меня не выполняют, ну что поделаешь, ничего не поделаешь, поэтому я сейчас переношу наш с вами чат, все, вот у меня монитор висит, над головой все время вглядываюсь, да, и собственно, вот ваш чат, который я смотрю, и надеюсь, он вам тоже виден, Часто занимаюсь с детьми, которые ходят в мою логопедическую группу. Виктория — это просто вот большинство так логопедов и делают. Я так не делаю. Что-то нам вот от заведующей еще много зависит, да. Вот. У меня коллега, который сейчас работает в том саду, где я работала, у нее просто вот полгруппы ходят к ней за дополнительную плату. То есть помимо того, что она их берет, она берет. Ну, такая договоренность с родителями и с заведующей, да. Вот. Алла договорились, что можно, конечно, заниматься всем, чем хочешь. Частной практики нет. Ирина не занимается. Много нового, интересного. Спасибо вам и удачи. И вам тоже удачи. Интересные, нужные игры, очень интересные разработки. Интересно. Ага, Светлана, нравится логоплиц для школ. Диагностика проходит легко, весело, интересно. Ой, Светлана, спасибо. Вот это. Потому что, знаете, вот все время стоит вопрос, не переделать ли логоплиц школа? А я все время, Светлана, сколько я над ним очень много работала, и мне кажется, он такой классный получился. Я не вижу, что там надо переделывать. Мы его сделали-то двухуровневый. Да, логоплиц школа. Я сейчас о нем говорю со Светланой. Вот. Потому что мы там очень много учили. И момент чтения, там и распечатать графические задания, там и игра интерактивная. Он получился очень объемный. И вот то, что, Светлана, вы написали, я вам благодарна. Потому что, когда меня мы внутри команды обсуждаем, какие нужно наши игры, флешки усовершенствовать, дополнить, обновить, все время стоит вопрос, а логоплиц школа? А я говорю, вот не надо. Вот логоплиц мы сделали логоплиц, да, гораздо более объемная программа, еще и сама вам поставит заключение, так сказать, да, логоплиц на флешке отдельная программа, да, логоплиц сняли, по-моему. А вот логоплиц школа мне очень нравится. Рада, что Светлана об этом написала. Отличный вебинар. Главное, все понятно. С каждым разом у Татьяны все больше нового. Ну, коллеги, я вас прямо-таки благодарю. Сегодня прямо с вами классно пообщались. Я буду продолжать эту практику, если вы не против, да, потому что тогда у меня складывается очень хорошее представление о том, что говорить. Давайте посмотрим, все-таки я вас агитирую воспользоваться скидкой на тариф. Конечно, я советую тариф премиум. Вот сейчас за 449 рублей в месяц просто подписаться, попробовать, да, например, попробовать апрель и май позаниматься с детьми, потому что вот по моим ощущениям высвобождается время больше для игр, потому что основную работу вы для детей сделали, и сейчас уже полируете, так сказать, результаты. Вот. Можно подписаться только на 100 игр в тарифе старт, тариф стандарт на сколько там, 200 игр, да, но тариф премиум почти 400 игр. Вот все их потестировать. И почему я еще так заинтересована в том, что вы этой акцией воспользовались, чтобы вы в среду могли меня спросить о чем-то, да, что вдруг что-то непонятно, вдруг вы что-то не открыли, не поняли, как работает дневник, где запись голоса ребенка, да, здесь я каждую среду прихожу, чтобы вам об этом подробно рассказать. И еще раз, видите, листаю вот эту страницу, чтобы вам напомнить, что можно отдельно подписаться на конструктор картинок, но это в том случае, если вы не оформили подписку. Если подписка на все игры, туда конструктор входит, не надо тогда, да. Вот, читай, пиши без ошибок на год или на 300 рублей в месяц. Корректурные таблицы, логоальбом, но я его очень люблю, просто вот я искренне убеждена, коллеги, что если вы подписаны тут на всю подписку и, например, еще на логоальбом, то у вас просто все проблемы ваши решены. Все здесь, видите, подробно мы рассказываем про все это, да, чтобы вы видели и не покупали кота в мешке. Вот, скажите, пожалуйста, открылся ли у вас замечательно, не все родители, так, про родителей мы все поняли. Скажите, пожалуйста, так, видите, перезагрузилась страницу. У нас, скорее, Мария пишет, приобрели логомер 3. Замечательно, интересная игра, прощения, тебе нравится. Довольная флешка. Кимп. Спасибо, Мария, что написали. Интересно, вот здорово, только никак не дождемся интерактивную доску. Очень завидую, готова использовать. Татьяна наверняка скоро будет. Частной практикой занимаюсь первый год, Катерина. Спасибо за мой привет из Рыбинского. Ездили в Рыбинск, очень мне там нравится. У нас тоже кто-то из родителей с детьми, активно участвуют, остальные работаем в группе. Спасибо, очень интересно. Впервые оформила подписку, интересно послушать, как с играми обходиться и про дневник. Интересно было, может, есть в записи, как пользоваться в Мирсибу. Да, Анна, если вы увидите, полистайте наше на портале Мирсибу на Ютьюбе. У меня там есть вебинар, где я очень подробно описывала дневник. Прямо вот, как подписать родителя. Если он у вас оформил подписку, а у него первый месяц вообще 200 рублей, понимаете, он платит. То как вам за это приходят дни, продлевается, ваша подписка есть. Но я и готова еще раз повторить, чтобы вы это все поняли. Так, значит, про это я вам рассказала, да, скидка 50 процентов. Ну и скажите, пожалуйста, сертификат, виден ли он вам. Заполняйте его не спеша. Да, здесь такая небольшая анкета для вас. Прямо, знаете, вы меня сегодня вдохновили. Вот мы с коллегами поговорили, они говорят, Катерина, ну вот вы все говорите, говорите, ну вы хоть пообщайтесь с людьми, задавайте вопросы. И ваша активность, ваше внимание, и то, что вы поделились своим опытом, прям для меня было сегодня очень ценно. Инна, Ольга, Татьяна, всех вижу, всех читаю. Значит, каждую среду веду разъяснительные работы, и поэтому возможность для вас вот до 9 апреля с такой скидкой на первый месяц подписаться, это именно возможность исследовать, что у нас там, где находится. И я вам хочу сказать, что если вы занимаетесь частной практикой, если возможность вот можно оформить подписку за счет администрации, это все очень, очень окупается, особенно те, конечно, с частной практикой, просто я считаю очень даже быстро. Ну что ж, заполняйте сертификат, коллеги, я благодарю вас за вашу активность, за то, что вы поделились и своим стажем, своим педагогическим, и то, как вот вы и переучились, многие из вас, да, профессию получили, насколько вы используете и КТ, и особенно меня порадовало, что вам все понятно, потому что я боялась, что что-то непонятно, уже готова была просто вот понять эти моменты, чтобы более их подробно рассказать. Поэтому, пожалуйста, продолжайте в том же духе, будем с вами встречаться, увидимся в следующую среду. Благодарю вас за внимание, с вами была Екатерина Суслова и вся наша команда МирСиба. До свидания, будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok